На повестке дня 65-го заседания принятия отчета о деятельности главы городского округа и администрации за прошедший год. От депутатов поступило немало вопросов. Начали с полигона «Малая Дубна». Народных избранников интересовало, как решается вопрос рекультивации и какие работы на сегодняшний день там проводятся. Работы по проекту рекультивации и последующему закрытию полигона «Малая Дубна» были завершены. Наше муниципальное предприятие получило заключение экологической экспертизы. Сейчас мы ожидаем выхода из государственной экспертизы этого проекта. Исходя из того, в каком виде выйдет документ из экспертизы, мы будем заниматься самой рекультивацией. Там достаточно сложные для нашего бюджета цифры. Нам не справиться с рекультивацией без поддержки регионального, а возможно и попадания в федеральную программу «Чистая страна», которая подписана президентом. Полигон будет работать на протяжении этого и следующего годов. На сегодняшний день его мощность около 130 тонн ежегодно. Несколько лет назад городской администрацией была установлена система видеоконтроля. Как только мы выйдем из экспертизы, будем искать источник финансирования, вхождения в программу. И после этого приступим к его рекультивации. Обсуждали реконструкцию здания Дома культуры на площади Пушкина. Сегодня городской округ включен в подмосковную программу по капитальному ремонту Дома культуры. Мы принимали участие в конкурсе по разработке проектов, где было принято решение, что будет ремонтироваться не только кровля, но и здание, как внутри, заменятся и инженерные сети кровли, как я уже сказал, будет проведена работа с фасадами, будет проведена работа по внешнему устройству. Данная программа разделена на два этапа. Первый этап – конкурс уже объявлен на строительно-монтажные работы. К работам приступят в этом году. Предстоит ремонт и Парковского автомобильного моста через Клязьму. По результатам конкурса выиграла компания чуть ли не 28 миллионов. 28 миллионов. Вот я себе, да, у меня нет дорожного образования, но я себе очень сложно представляю и очень сильно беспокоюсь за то, как можно будет сделать за 28 миллионов. Но эта компания была допущена, она действительно имеет и опыт работы вот таких вот сложных сооружений. Была у нас с компанией уже встреча, мы проговаривали, и они говорят о том, что если мы примем решение и разрешим им закрыть мост, то они берут на себя обязательство отремонтировать его до конца сентября. Если мост мы не закрываем, то плановая дата сдачи, как собственная по контракту, – конец ноября. Вопрос будет вынесен на совещании комиссии по безопасности дорожного движения. А далее началось тайное голосование. Отчет о деятельности главы администрации за прошлый год депутатами был принят. В ходе заседания народные избранники внесли изменения и дополнения в устав городского округа Орехова-Зуева.